Я знаю, что не только в вашем детском саду, у нас в каждом детском саду в нашем городе, в учебных заведениях, есть вот такие вот мероприятия проходят по безопасности дорожного движения. Это очень важная, ребята, наша с вами работа. Урок правил дорожного движения прошёл в Реутовском детсаду номер 5 «Аленький цветочек». Ребята попали в страну-светофорию и встретились с её жителями – дорожными знаками. С правилами поведения на дороге и сигналами светофора малышей познакомили воспитатели дошкольного учреждения совместно с депутатом Совета депутатов Реутова Дмитрием Легчиловым. У нас город, в котором очень много дорог, у нас очень много школ учащихся, и поэтому это один из важных проектов. Мы уже не первый год его реализуем. На этом обращаем очень большое внимание, привлекаем вместе, совместно с ГИБДД Балашихи. Этот проект у нас реализуется каждый год. Особенно мы это делаем перед летними каникулами, перед началом учебного года. Ещё раз напоминаем взрослым, напоминаем детям, что есть правила дорожного движения, безопасность, которая должна быть соблюдаться. Обязательно. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Главная цель – профилактика дорожно-транспортного травматизма и воспитание у подрастающего поколения ответственности за свою безопасность. Занятия провели в игровой форме. Например, детям нужно было забрасывать красные, жёлтые и зелёные мешочки в подходящий по цвету обруч. Кроме того, дошколята заранее выучили стихи, которые помогают лучше запомнить знаки дорожного движения. «Стой не прыгай, это ясно, здесь переходить опасно. Лучше ты, как весь народ, лезь в подземный переход». «Молодцы, ребята. Саша. Давай, Саша». «Я хочу спросить про знак. Нарисован вот так. Треугольники, два брата, всё куда-то мчатся, мчатся. Самый важный знак на свете – это просто рядом. Дети». По словам заместителя заведующего детсада по безопасности Татьяны Морозовой, знакомить детей с ПДД необходимо задолго до того, как они самостоятельно отправятся переходить дорогу. «Мы в нашем детском саду уделяем работе по правилам дорожного движения большое значение. Работа проводится планово и систематически. Воспитатели ежедневно проводят минутки безопасности в группах. Также мы выходим на экскурсии на улицы города. Вся деятельность ребёнка, она пронизана вот этой тематикой правил дорожного движения, то есть и лепка, и рисование, и досуги тоже с этой темой. Проводим работу с родителями. Дело в том, что родители – это первые люди, с которых ребёнок берёт пример». Взрослым необходимо помнить, что если они нарушают правила дорожного движения, то их ребёнок может поступить точно так же. Поэтому важно приучать детей к дисциплине на улице и прививать им умение ориентироваться в дорожной ситуации.